Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 2 сентября наелась сейчас хурмы НК под номером 593. Очень вкусная, сладкая. Но продолжаю свои видео обзоры. Сегодня у меня было 3 сорта новинки. Это поцелуй герани номер 702, черри детерминатный. Потом сибирский гроздевой 524, который я решила, что он идеально подходит для консервирования и для зимнего хранения. Потом хурма НК 593, который очень сладкий, очень сочный, очень вкусный. Он подходит только для поедания в свежем виде. Вот я сейчас ела и извинилась за то, что аж сок течет. Я захлебываю сочный, сладкий, вкусный. И смотрите, 3 сорта, которые совершенно случайно попали на стол, я не подбирала их. Я вот что было сейчас, из чего семена выковыриваю, то и положила. И вы видите, до чего же они разные. Если этот покушать, чтобы полностью насладиться вкусом, ароматом томата, который похож аж на персик, этот мы законсервируем, положим для зимнего хранения, уложим. А эти черри томаты для эстетического наслаждения, для угощения детям, потому что ребенок, например, 4-5 лет, он такой томат не сможет съесть. Он большой, он весь измажется, растечется. А вот эти как конфетки. Вот я их прям называю игрушки, конфетки. Видите, какие разные томаты. И вот попали на стол все разного назначения. Это просто мое отступление. Навело он меня на мысль, что для новичков нужно еще раз напомнить, что у вас в огороде должны быть разного свойства, разных сортовых характеристик томаты. Желательно несколько сортов. И ранние, и средние для консервирования, для салатов, для души. Ну и, конечно, последний сорт мысторожил, который для улыбки тоже нужно. Вот этот сорт, он у меня уже много лет в огороде, но на него без улыбки не взглянешь, конечно. Это сорт Казанова. Я сейчас расскажу о нем, номер 129, расскажу о нем еще раз. Это тоже местный сорт, сибирский. Изначально оригинатор сибирский сад. По-моему, тоже селекционер Дедерко, этот же, который вывел много в сибирском саде или саду вот этих томатов. Кто захочет о нем узнать побольше, я в предыдущие годы, в прошлом году, в позапрошлом, я очень много о нем рассказывала. Я и показывала, как на кустах висит. Показывала, что он в теплице капризничает. Было сильно жарко, он может закапризничать в теплице. Показывала, что формирую, не удаляю много пасынков, оставляю лишние пасынки, потому что он не очень крупноплодный. Это не влияет на размер плодов, но когда я оставляю лишние пасынки, в 4 ствола даже веду, то он весь усыпан вот этими вот сардельками, вот этими вот дамской радостью. Конечно, он такой улыбчивый. У меня муж даже носил на работу, чтобы там мужики посмеялись какие. Он разный, вот каких только их нету. Всякий разный, разнообразный. Я в том году показывала. Есть и вот с такой с прорезью, с дырочкой. Есть и с набалдажничками, с какими-то загибулинами. Короче, природа нас решила повеселить вместе с селекционером. И от всяких разных, разнообразных форм. Мне в прошлом году один мужчина написал, что, о, как вам не стыдно, вы это показываете, все. Вы понимаете, это природа. Если природа создала, значит, это для чего-то нужно. А для чего? Для того, чтобы поднять нам настроение, огородникам. Он еще. Его можно не просто смотреть, но, как говорится, если его даже в рот возьмешь, получишь тоже удовольствие. Он ведь еще и вкусный. И если вот сибирский, гроздевой, перед этим номер 524, я говорила, что он прям специально для консервации, что у него шкурка, не продолбишь ее, как пластмассовая, но зато он будет долго зимой храниться все. То казанова-то, он у нас, когда поспеет, он же у нас еще и мягонький. Его вот так в руку возьмешь, помнешь, и чувствуется, что он не пластмассовый. Это не такой, как этот. Вот этот-то, он прям твердый. Вот это чисто консервный сорт, как я определила. А этот-то во все, ой, не во все, на все случаи жизни. Сейчас я его разрежу, но я уже разрезала, это уж чисто для новичков. Так, сейчас не так я его неправильно разрезала, надо было повдоль. Он же еще у нас и сочный. Если тот суховатый, то этот, смотрите, он еще и сочный, и в нем мякоти много. Он и вкусный. Некоторые про казанова пишут, что он совсем сухой никакой, но у меня вот он не сухой. Нет, в нем достаточно сока. Но опять же, все, наверное, зависит от условия выращивания, но и от хозяйки, в чьих руках он будет. У кого-то он будет сухой и маленький. Маленький, сухонький, такой корявенький. У кого-то он будет, у меня вот нынче было лето засушливое, он не очень большой. А в позапрошлом году было вот такое, что в руку аж еле входил. Были здоровые, такие толстые, диаметр большой и длина большая. Так что казанова может быть разного. Так, скажите, сейчас проем. Так как он у меня уже много лет, я его испытывала по-разному. Хранится хорошо. Не очень долго, конечно, не до Нового года. Но если его в буром, не в спелом, а в таком в буром, в фазе меланжевой зрелости снять, месяц-полтора точно пролежит. Но опять же, надо укладывать только в том случае, если у вас он снят с здорового растения, с небольного, если не заражен фитофторой, иначе все сгниет. Но это условие для всех нужно выдерживать томатов, которые на хранение укладываем. Хранится хорошо. Консервировала. В консервации тоже выглядит хорошо. Он, конечно, не такой, как этот. У него шкурка не такая толстая. Но это одновременно и его преимущество. Потому что вот тот, когда я поела, то я уже точно решила, что он для еды меня не устраивает. Он только будет в консервацию на хранение. А этот из-за того, что шкурка у него плотная, но не очень толстая. Если про сибирский гроздевой написано прямо на пачке, что сверхпрочная, про которую я говорила, что даже прокусить ее не могу, то у казанова шкурка нормальная, и он вполне подходит для еды. Сейчас. Надо еще один съесть. Если его разрезать, вот так вот. Хотела посмотреть толщину этого. А, в прошлом году я снимала видео, как я его запекала. То есть для запекания, для вяления. Вот я хотела показать вам толщину стенки. Смотрите, он здесь мясистенький, такой хороший. И шкурка у него, видите какая? Она хоть и плотная, но она не толстая. Она свободно повреждается. То есть их можно еще и кушать. Все, не знаю, что больше сказать про казанова. Мне он очень нравится. Декоративный, веселый, вкусный, урожайный. Забыла сказать, что он индетерминантный, двухметровый. Я его последнее время выращиваю только в открытом грунте, потому что в теплице ему иногда не нравится повышенная температура. И он начинает кучерявить листья. Когда я стала выращивать его на улице, стало все прекрасно. Весной, конечно, когда холодно, в первую очередь я его не высаживаю, потому что он что жару, что холод, он не переносит. Ну, переносит, но плохо. Ему не нравится. Начинает капризничать. А вот в стандартные сроки, когда высаживаю уже все томаты и его высаживаю, он ведет себя на улице вот в сибирском регионе вполне адекватно. Он долго-долго, да, он долго растет, но потом вот сейчас конец августа, начало сентября, средина сентября, он весь увешан плодами. Единственное еще, я заметила, плоды, когда созреют, иногда могут отвалиться. Если ветер или что, вот у нас был ураган, смотришь, все усыпано вот этими вот, такими вот, как их назвать-то, штучками. Очень красиво смотрится, конечно, когда они лежат на земле, но лучше, конечно, если они поспели, то собирать сразу. Я вот хочу предупредить новичков, что может опасть. Есть же некоторые томаты, которые даже созрел, его не оторвешь очень. Я даже некоторые вот с такой вот обрезаю, с плодоножкой, потому что он не снимается. Эти снимаются легко, могут отвалиться. Все, это номер 129 Казанова. Неизменно популярный сорт в последние годы у нас. Он появился не так давно, но завоевал популярность у огородниц. Ну, а огородников вообще высаживают очень многие, и многие им довольны. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok